Вопрос. В этом году я направляюсь для совершения паломничества. Однако я вынужден всегда носить узкое нижнее белье, обычное белье, чтобы предотвратить выход наружу капель мочи, которые выходят при некоторых движениях. Это происходит и в молитве, моя одежда загрызняется. Поэтому можно ли мне надевать обычное нижнее белье под одежду и храма? Как мне поступить в случае, если это запрещено? Ответ. Хвала Аллаху. Во-первых. В отношении надевания мужчинами нижнего белья, прикрывающего половые органы и называемого трусами, ученые высказывают разные мнения. Некоторые из них говорили, что это разрешено, даже если в этом нет необходимости. Они считают, что в отношении ношения этого вида одежды в состоянии храма запрета нет. Однако большинство ученых считает, что ношение нижнего белья запрещено. Они приравнивают нижнее белье к брюкам. А некоторые даже говорят, что запрет на ношение нижнего белья распространяется прежде запрета на ношение брюк. Шейх Ибн Таймия, да помилует его Аллах, сказал «Также трусы. Запретность их сильнее запретности брюк». Мажму' Аль-Фаттава, том 21, страница 206. Ибн Аль-Каим, да помилует его Аллах, сказал «Аль-Музани» сказал «Ученые со времен посланника Аллаха салаллаху алейхи ва салям и до наших дней во всех нормах своей религии применяли метод Аль-Кияс, сравнение по аналогии». Ибн Аль-Каим сказал «Они были единодушны, что все, что соответствует истине, является истиной, а все, что соответствует лжи, ложью». И никому нельзя порицать метод Аль-Кияс, так как он заключается в сравнении одних вещей с другими. Среди подобных сравнений по аналогии запрет пророка салаллаху алейхи ва салям на ношение паломникам брюк, серуаль, рубахи, камис, чалмы и обуви, закрывающие ногу выше щиколотки, хуфейн. Но это не ограничивается только этим. Запрет касается и джубы, верхней одежды с широкими рукавами, кафтаны и халата, шапочки, носков и коротких шортов или трусов и тому подобное. Смотрите и «Алямуль-Муки-Ин», том 1, страница с 205 по 207. Таким образом, становится понятно, что утверждающие о дозволенности носить трусы из-за того, что этот вид одежды не упоминается в хадисе, в котором пророк салаллаху алейхи ва салям перечисляет запретные для паломника виды одежды, совершили ошибку. Ибн Абдельбарда, помилует его Аллах, сказал «Под рубахами или рубашками, брюками, плащами, что упоминаются в хадисе, подразумевается любая сшитая по телу одежда. Никакой из этих видов одежды паломнику носить не дозволено». Так считают все ученые. Ибн Абдельбарда, помилует его Аллах, сказал «Иад, все мусульмане единодушны в том, что паломник не надевает одежду, что упоминается в хадисе». Упомянув рубаху и брюки, пророк салаллаху алейхи ва салям указал на все сшитое или скроенное по телу. Упомянув челму и плащ с капюшоном, на все, что покрывает голову. Сшитым оно является или нет. А упоминанием хуфейн он указал на все, что прикрывает ногу. Ибн Дакик аль-Иад выделил, что второе единодушное мнение ученых это мнение Ахлюл-Кияс, ученых, которые считают метод по аналогии доказательством в шариате. И это очевидно. Под запрещением всего сшитого подразумевается все то, что надевается на то место, для которого эта вещь была сшита, даже если она надевается на часть тела. Фатхуль-Бари, том 3, страница 402. Ученые, которые высказывались о дозволенности ношения коротких шорт или трусов, доказывали свою точку зрения преданием, которая передается от Аиши да будет доволен ею Аллах, что она позволила носильщику надевать их. А также преданием, которое передается от Аммара ибн Ясера да будет доволен им Аллах, что он надевал их. А, что касается предания от Аиши. Аль-Бухари да помилует его Аллах в Сахих, том 2, страница 558. В главе глава о благовонии в Ихраме и одежды, которую надевает паломник при вхождении в Ихрам, сказал. Аиша да будет доволен ею Аллах. Считала, что носильщикам, перемещающим ее полонкин, ношение коротких шорт разрешено. Ибн Хаджар да помилует его Аллах, сказал. Саид ибн Мансур передал по цепочке от Абдиррахмана ибнуль-Касыма, тот от своего отца, а тот от Аиши, что она совершила паломничество и вместе с ней его совершили двое ее слуг. Когда они седлали ее верховое животное, то у них открывалась некоторая часть тела, поэтому она приказала им надеть короткие шорты. И они надевали их, будучи в их храме. И это ответ Ибн Эт-Тину, который утверждал, что она имела в виду женщин, которым, в отличие от мужчин, дозволено в их храме облачаться в сшитые или скроенные по телу одежды. Он считал, что это и есть мнение Аиши. Однако большинство ученых считает, что нет разницы между короткими шортами и брюками. Обе эти категории одежды запрещены для паломника. Смотрите Фатфульбари, том 3, страница 397. Можно ответить, что Аиша, да будет доволен ею, Аллах велела им носить короткие шорты, так как в этом была необходимость. Обнажался и Хаурат. И это предание не указывает на дозволенность надевания коротких шорт без необходимости. Б. Что касается предания от Аммара. Ибн Абишаиба передал, что Хабиб ибн Абибасид сказал, «Я видел на Аммаре ибн Ясире короткие шорты. В то время он был на горе Арафа». Это также может быть по необходимости, так как Ибн Шабба в Ахбар-Уль-Мадина, том 3, страница 1100, передал, что Аммар ибн Ясир, да будет доволен им Аллах, во время правления Усмана ибн Афана, да будет доволен им Аллах, болел недержанием мочи. В Ан-Нихаяфи Гариб-Иль-Асар, том 2, страница 126, в хадисе Абдухайр сказал, «Я видел на Аммаре короткие шорты, и он сказал мне, что болел воспалением мочевого пузыря». В Лесан-Уль-Араб, том 13, страница 71, передается, что Аммар ибн Ясир совершил молитву, будучи в коротких шортах, и сказал, что у него болезнь мочевого пузыря. И даже если предположить, что одно из этих преданий недостоверно, то все вместе они указывают на то, что у них есть основа. Верно то, что паломнику во время их рама запрещено надевать короткие шорты. Или трусы. В предании от Айши предполагается крайняя необходимость, но оно не отрицает искупление или фидия за это действие. Что же касается преданий от Аммара, то, вероятно, он надевал их по необходимости, так как был болен. Шейх Мухаммад Аль-Амина Щенкиты, да помилует его Аллах, сказал, «Очевидно, что в предании от Айши, да будет доволен ее Аллах, есть разрешение надевать короткие шорты или трусы носильщикам ее паланкина, так как в этом была необходимость, был риск обнажения аураты. И это указывает, что без необходимости надевать их не дозволено, а Всевышний Аллах знает лучше». Во-вторых, носильщикам и тем, кто боится, что обнажится его аурат, дозволено надевать короткие шорты или трусы. Также дозволено их надевать и тому, у кого из-за трения появляются раны, и он боится нанести вред своему телу. И также тому, у кого есть раны, и их необходимо прикрыть. А также тому, кто страдает недержанием мочи. В похожем состоянии была Аммар Ибн Ясер. Во всех этих похожих случаях, человек, надевший короткие шорты, должен искупить это действие, накормить шесть бедняков или поститься в течение трех дней или принести в жертву овцу. Всевышний Аллах сказал, «А если кто из вас болен или из-за головы своей испытывает страдания, то он должен в качестве искупления поститься или раздать милостыню или принести жертву». Сура Аль-Ба-Кара, аят 196. Передают, что Абдуллах ибн Маклиль сказал, «Однажды я подсел к Каабу ибн Уджира и задал ему вопрос об искуплении, Фидья». На что он ответил, «Этот аят был неспослан из-за меня, но касается он всех вас. Меня принесли к посланнику Аллаха алейхи салату ассалям, и он увидел, что по моему лицу ползают вши». Он сказал, «Я не думал, что ты болен до такой степени». «Можешь ли ты найти овцу?» Я ответил, «Нет». На что он сказал, «Тогда в искупление за бритье волос головы соблюдай пост в течение трех дней или накорми шестерых бедняков, каждому из которых дай по половине саа пищи». Приводит Аль-Бухари под номером 1721 и Муслим под номером 1201. Шейха Мухаммада ибн Салиха аль-Утаймина, да помилует его Аллах, спросили о паломнике, надевающем короткие шорты из-за вреда, который его постигнет, если он их не наденет. Он ответил, «Если он боится вреда, то в надевании их нет ничего плохого. Но если он может, то пусть накормит шестерых бедняков половиной саа пищи, это лучше. Аллаху, ведомо, лучше».